приветствую всех на своем канале рада что вы остаетесь со мной так поправил микрофончик чтобы не хорошо было слышно сегодня мы с вами будем делать такой достаточно сложный на мой взгляд психологический расклад называется он принятие взят он из дневника раскладов шучалина и ротчин прочего я которой я очень часто говорю про и дневник раскладов дневники раскладов это набор тем тем для раскладов с готовыми вопросами да вот как сейчас я например беру готовую тему с готовыми вопросами и просто раскладываю уже по готовой схеме у меня тоже есть такой дневник кому интересно кто увлекается таро профессионально либо любительские и вас интересует темы самопознания вы можете приобрести мой авторский дневник раскладов это в принципе все те расклады которые я делала на своем канале вы их смотрели с такими темами если вас интересует переходите по ссылке мои услуги под этим видео и там будет подробно все описано стоимости как его можно будет приобрести что касается моих курсов поскольку я все-таки начала об этом говорить я скажу следующее мои курсы не направлены для тарологов иногда я читаю такие комментарии и мне кажется есть просто не допомин недопонимание все мои курсы они направлены на самопознание если я упоминаю курс древа жизни и соответствие непосредственно аркана 2 это не значит что этот курс он прям заточен под тарологом ни в коем случае любой мой курс он сделан с целью самопознания узнать себя узнать мир в котором мы живем то есть вообще я не ставлю цели делать курсы для тарологов ну за исключением обучения таро на курс обучения таро но в принципе сам за себя и говорит поэтому все остальные курсы которых вы можете тоже узнать перейдя по ссылке мои услуги они предназначены для всех да они сложные но знаете в принципе мой канал тоже не из простых и чем дальше в лес хочется сказать да тем больше я буду углубляться в тематику еще больше философии и психологии почему потому что я приняла для себя решение что это интересно мне это наполняет меня вот и если я буду находить людей единомышленников которым также будет интересно узнавать себя и понимать себя то любые темы которые я буду выкладывать на своем канале будет тоже интересны то есть я не буду подстраиваться под интересы слушателей для этого есть наверное другие коллеги которые делают немало аналогичных раскладов хоть и не совсем психологически или ну сто процентов психологически и так сегодня сегодня у нас затронута тема принятия я уверена что эта тема не входит в топ просмотров потому что не всем нравится копаться в себе да я неоднократно в этом убеждалась что под смыслом самопознания да какие-то вот такие достаточно поверхностные взгляды у людей вот и поэтому серьезные темы они не набирают много просмотров но по крайней мере они для меня даже в процессе расклада да они очень глубокие и помогают очень много для себя понять о себе узнать поэтому тема принятия многие они говорят да в принципе как и на разные такие философские абстрактные темы но мало кто осознает именно глубину этих вопросов поэтому мне хочется сегодня разобраться в этой ситуации расклад про принятия здесь что раскладывать на одну позицию сразу говорю потому что очень много вопросов вот и я решила сделать на одну позицию что мы будем сегодня разбирать в нем по моему 14 либо 15 вопросов такой очень глубокий расклад вы можете загадать для принятия какого-то конкретного человека да если вот вы хотите разобраться в ситуации с ним да и ну сложно вам принять его позицию любого взгляда но очень хочется и хотите в этом разобраться можете загадать человека можете загадать какую-то ситуацию да не человека вот какую-то ситуацию и я хотела бы ее принять да но у меня пока не получается я хочу в ней разобраться можете загадывать ситуацию либо загадать самого себя до если вы хотите принять самого себя но как-то не совсем понимаете что принимать и с чего вообще начать я буду озвучивать вопросах да такие слова как себя ситуацию либо человека вы уже зависимости от того что вы загадали будете подставлять и примерять на себя вот надеюсь я все объяснила давайте приступим это первый вопрос кто вы и что вы 2 когда мы задаем кто вы до вопрос кто вы и подразумевается ваше внешнее проявление возможно ваша внешность либо внешние поступки а на вопрос что вы ответы идет о вашем внутреннем состоянии вашей внутренней наполненность и так помним если вы загадываете себя значит то что я буду говорить сейчас это про вас если вы загадывается человека значит все то что я говорю кто вы и чтобы это речь пойдет о человеке если вы загадываете ситуацию то кто вы что вы речь пойдет о непосредственно самой ситуации и так кто вы внешне рецепидаклей ну во первых если эта ситуация то эта ситуация которая очень долгое время идет это не новая ситуация вашей жизни она уже имеет под собой некую такую почву да видно видно она вам знакома вы долго в ней взаимодействуете да давайте так скажу если это касается человек ситуация кстати может быть связано с материальным миром да то есть это может касаться работы либо это может касаться финансовой стороны вопроса либо это может ситуация касаться некой дороги или предложений если это все-таки речь идет о человеке другом либо сей либо вы себя загадая загадываете то внешне это человек такой знаете очень прочь как это прочный да я бы так сказала если нет как-то по-другому другое слово есть такой уверенный какой-то вот устаканившийся человек достаточно приземленный стабильный не прочный стабильный вот стабильный человек с знаете как это обычно по этому аркану проходит трудоголики то есть это те люди которые не изнашиваемые да если так можно сказать то есть человек который может очень много работать на износ да либо вообще как-то вот стрессоустойчивый вот так я скажу возможно в некоторой степени даже не пробиваемые касательно каких-то трудностей сложности то есть если например сложная ситуация кризисная да то этот человек будет такой знаете очень спокойный ровный при этом будет действовать вот и реагировать на все так как нужно и вот только когда ситуация уже завершится и когда можно будет выдохнуть тогда велика вероятность что он может сломаться да то есть вот как-то выплескнуть свои эмоции к примеру но вот именно в момент кризиса в момент того когда совершается какое-то действие это человек такой собранный вот и целенаправленный терпеливый и человек который знаете привык больше делать такой не не многословный вот и надежный надежный вот прям такая хорошая хорошая опора и может быть медлительный но я бы не сказал совсем что при медлительный человек я бы сказал что это человек который живет в своем распорядке в своем ритме может быть и ритмы по отношению к другим людям будет у него достаточно замедленные но при этом это тот человек который очень много успевает своей жизни да просто он делает это в своем ритме если надо принять какое-то решение человек не торопится да он больше приглядывается он больше присматривается при имита и только после этого совершает какие-то действия так что внутри наполненность вас либо если вы загадываете этого своего человека либо наполненной ситуации так у нас вот сюда поставим потому что зеркальное отражение у меня шестерка педакли я бы сказала так человек который любит некий такой комфорт комфорт удобства в материальном плане человек который готов прийти на помощь готова прийти на выручку но знаете все равно у этого человека есть какие-то свои соображения по поводу того кому нужно помогать и когда нужно помогать этот нет это не тот человек который прям знаете щедро будет не знаю подавать руку либо милости ему нуждающемуся да не всегда так это тот человек который первично как я уже сказала взвесит прежде чем поможет не потому что он не любит помогать либо он какой-то вот жиднованный но у него обязательно есть какая-то своя выгода то есть здесь ощущение того что за помощью всегда скрывается некий такой учительский посыл да то есть вот некий такой урок то есть я тебе помогаю но ты должен вынести из этого какой-то определенный урок то есть здесь все равно не просто так идет какая-то помощь но безусловно здесь человек который готов взаимодействовать на равных вот но опять таки вот это вот равенство это должно быть со стороны данного человека расценено что вот так вот справедливо да вот так вот поровну вот так вот равноценно либо равнозначно так если это касается ситуации то наполненность этой ситуации основана скорее всего на взаимовыручки да на взаимоподдержки здесь вот об этом идет речь что вас беспокоит в ситуации в человеке в самом себе то что вот вы не можете возможно принять момент когда не происходит либо наоборот происходит некое такое перерождение на когда есть ощущение того что ситуация уже должна пройти по-другому что-то уже новое должно родиться вместо того что имеется на данный момент то есть уже есть готовность но вот такое ощущение что как будто бы сам процесс рождения не происходит это знаете как при схватках до схватки есть и потугов нет то есть сами роды вроде бы и начались но и самого такого пикового момента его и нету и это вас очень беспокоит что еще вас беспокоит королева пендакли может здесь кого-то и беспокоит финансовая сторона вопроса до либо здесь беспокоит некая такая стабильность стабильность и забота с чем это связано то есть таком о чем здесь ну здесь человек как-то заботиться о себе пришло скорее всего вот это вот сознание понимания того что надо в первую очередь заботиться о себе и если это касается какой-то ситуации дата речь идет о том что вот в этой ситуации как будто бы появилась у вас понимание что надо надо себя как будто бы поставить на первое место да то есть я я хочу здесь что-то изменить здесь у человека пришло осознание что я хочу что-то изменить я хочу по-другому не случайно вот это вот равенство здесь происходило то есть я осознаю что где-то вот нарушается баланс что что-то идет не так не должно быть не должно происходить так до либо это вы по отношению к себе понимаете что где-то возможно обесцениваете либо недооцениваете себя да и вот нужно себе что-то додать что-то в себе изменить если это по отношению к другому человеку то и возможно здесь ваша позиция такова что где-то вы ощущаете что не знаю может быть вас недооценивает вот здесь об этом идем дальше что запускает процесс негативные реакции на ту ситуацию на человека и я не знаю на вас самих что запускает процесс вот вышесу да то есть вот это вот ваше неудовлетворение а давайте я посмотрю что здесь за негативная реакция мне кажется неудовлетворение негативная реакция ну вот развитие да нету так нету скорость о чем здесь а быстром развития негативная реакция она заключается в том что вот нет какого-то развития я бы сказала такое знаете раздражение вроде бы пока вы находитесь в ровном таком спокойном состоянии вот как-то можете себе все объяснить а потом происходит некая такая вспышка да и какие-то мысли ваши собственные когда вы ищете ответы на вопросы понимаете что вот ну не совсем все идет так как должно быть так а что запускает этот процесс за вот это вот реакции когда вы начинаете искать ответ на вопросы да очень начинаете много много думать на этот счет высший суд да то есть ощущение того что должны произойти какие-то перемены то есть здесь как будто бы знаете вас периодически свыше подталкивают и говорят что вот задумайся пожалуйста здесь что-то должно завершиться то есть вам периодически идут подсказки свыше о том что ситуация должна завершиться либо наоборот ощущение некого такого конца либо ощущение того что что-то должно вот произойти вот внутри это какой-то вот звонок что ли какой-то некий внутренний колокольчик говорящий о том что я иду не так вот не так должно быть все должно быть немножко по другому как справиться вам с этой реакцией когда вот я говорила да о том что начинаете мыслить до мыслить как-то вот искать какие-то ответы на вопросы да еще здесь что здесь связано с негативом да здесь шанс здесь я не могу сказать что прям совсем все как-то негативно здесь просто ощущение того что ситуация идет как-то по накатанные а потом вдруг что-то начинает вас внутри как теребить на если так можно сказать что-то вас начинает внутри поедать беспокоить что вот ну не так как-то вот на уровне интуиции вы понимаете что-то начинает вас не удовлетворять эти мысли они очень назойливая не дает не дают вам покоя и они как будто бы набирают обороты все быстрее 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 как вам справиться с этой реакции околуны ну здесь не хватает прояснения да то есть здесь однозначно не хватает солнца ясности вам нужно выйти из этого лабиринта для этого вам нужно посмотреть на ситуацию свыше вам нужно посмотреть ситуацию по-другому потому что знаете есть такое ощущение что особенно если это касается другого человека да то есть вы как будто бы когда взаимодействуете с этим человеком вы находите какое-то логическое объяснение а потом когда вы как-то отдаляетесь от этого человека начинаете размышлять насчет в этой вашей ситуации как будто вы понимаете что есть какой-то вот подвох ощущение и чувство того что от меня обманули мной как будто бы попользовались да и вот но при этом вот как будто бы придраться да я не могу ни к чему если вы с этими вопросами идете к человеку либо начинаете разбираться в этой ситуации вы выходите из нее в ощущение того что все окей вроде бы чего-то тут напридумывал да все логично все хорошо все нормально искать и придираться ничему не нужно ну вот внутренняя ваша интуиция вот этот вот именно голосок говорит вам что что-то тут не то и вот это вот все идет по кругу и здесь отвечая на вопрос как справиться с этой вашей реакции когда включается вот эти вот мысли я нужно посмотреть на ситуацию по другим углом ощущение того что не знаю возможно там 3 5 10 лицо со стороны может вам рассказать как это выглядит потому что пока вы находитесь включены в эту ситуацию и и не видите вообще поскольку здесь и лабиринт изображен да то по идее вот именно взгляд сверху лабиринта у нам показывает где выход то есть вам нужно посмотреть на ситуацию свыше ваш ключевой страх в данной ситуации двойка кубков если это касается человека либо какой-то ситуации то здесь страх близости здесь страх взаимодействия открытого взаимодействия с человеком да на равных может быть взаимодействия а если это например касается любовных отношений то здесь безусловно страх близости страх открыться страх довериться потому что двойка кубков здесь говорит о том что я нашел человека такое знаете очень родственную душу которая меня понимает с которой находят находимся в неким в неком таком взаимодействии да все вот это идеально подходящая для меня пара но нету в данном случае доверие да то есть страх стать а страх открыться страх обнажиться страх войти возможно в этот союз если вы рассматриваете себя то ваш внутренний страх это то что вы наоборот не придете к этой гармонии что вы никогда не успокоитесь возможно что вы не найдете вот свою внутреннюю половину внутри себя до что не произойдет слияние активного и пассивного мужской женской энергии что еще какой еще здесь страх королева кубков ну пусть сказать страх эмоций да но в принципе страх это и есть эмоции то есть непосредственно я бы сказала так любви влюбленности да то есть может быть и настоящей любви здесь человек боится если это все-таки касается какой-то ситуации то здесь ключевой страх это тревожный королева кубков у нас говорит за волнение переживания это как правило люди мнительные это люди очень тревожные это люди беспокоящиеся большинстве своем за то как они возможно выглядят в этой ситуации да как то вот вопросы принятия да то есть насколько если это касательно другого человека насколько этот человек меня принимает да насколько он принятие в плане признания признает меня да то есть здесь и такие моменты тоже могут быть что вам нужно осознать что нужно осознать свою иллюзорность ваших взглядов да и так подниму свою иллюзорность взглядах кстати по моему следующий рассказ будет про иллюзии вот подробно разберем эту тему что возможно для кого-то да вы представляете картинку как-то знаете витаете в облаках представляете всю эту ситуацию немножечко хочется сказать как-то с теоретической точки зрения то есть более философские и менее практично с другой стороны здесь вам нужно осознать о том что причина вообще ваших страхов заключается в том что вы никак не можете определиться в своем собственном выборе что же вы хотите и самое главное для чего вам это нужно то что вы хотите то есть если мы здесь разбираем ситуацию принятия хотите ли вы вообще принять а нужно ли вам это принятие или нет что это значит вообще для вас вот здесь об этом что еще вам нужно осознать то что вы знаете пятерка кубков говорит о том что очень очень легко очень легко и очень быстро да как-то скоротично начинаете разочаровываться разочаровываться в себе разочаровываться в людей причем смотрите да что нужно осознать семерку кубков и пятерку кубков да то есть сначала мы как-то витаем в облаках очаровываемся возможно человеком ситуации что все будет как-то идеально так как мы хотим а потом в этом разочаровываемся разочаровываемся почему потому что наши ожидания не оправдываются почему не оправдывается потому что особенно если это например касается взаимодействия с человеком да есть какие-то ожидания того как это будет и вначале возможно это очень прекрасно и очень красиво вот включаются эмоции и гормоны а потом когда наступает такая более обыденная жизнь до привычная и в жизнь вступают серые будни и здесь происходит какое-то разочарование да то есть человек видит что ну оказывается не не все так прекрасно как я сам себе представлял да и этого как раз таки показателя некой такой незрелости то есть тройка кубков говорит о том что вот этих вот трех кубков которые разлились их уже нету нету вот этой легкости нету уже вот этой наполненности но при этом появляется двойка кубков а вы эту двойку кубков боитесь вы боитесь эту близость она предполагает ответственность вас это пугает почему потому что вы боитесь как раз таки сделать выбор потому что за этот выбор вам потом придется нести ответственности если в будущем будет ситуация разворачиваться не так как вы хотите да то вы боитесь разочароваться в своем собственном выборе то есть вы не только очаровываетесь в людях на вы еще очаровываете своих каких-то взглядах и в самом себе и в дальнейшем вот ваши собственные разочарования вы разочаровываетесь не человек вас как-то разочаровывает либо ситуация вас а вы сами разочаровываетесь и этим самым себя ранить и что нужно проработать в себе семерку педакли вообще медлительность да вот мы начинали как раз таки сырцыра педакли да очень очень долго с одной стороны вам нужно проработать себе вот терпилу на человека который очень много терпит 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 причем знаете терпит и накапливает какие-то возможно не знаю негативные реакции во первых вам нужно научиться разговаривать да то есть когда вам что-то не удовлетворяет ли вы в ситуации любовь человеке вам нужно про это говорить не бояться говорить возможно вам нужно перестать зацикливаться да на том что вы хотите если это касается опять-таки ситуации либо человека потому что семерка педакли говорит про ожидания она говорит о том что смотрите здесь так интересно семерка педакли это тот аркан когда человек вкладывается вкладывается но результата он получает если получает то намного меньше того что он вложился да это иногда бывает так я не знаю берем какой-то проект прикладываем к нему определенные усилия да а потом когда надо его например там продавать а продажа совсем нет а сил было приложено очень много вот и здесь происходит как раз таки разочарование и семерка педакли иногда говорит еще о том что человек сам не осознает свою собственную ценность вот потому что здесь у нас шестерки педакли до предыдущем аркане говорит о том что да а еще до него до пятерка педакли у нас идет кризис когда я понимаю что после того как я прошел какой-то кризис да я чему-то научился как минимум как правильно взаимодействовать там например с финансами да либо как проживать кризисные моменты либо если пятерка педакли говорит карта духовной нищеты да где где возможно мои взгляды они были обесценены мной сами и исходя из этого опыта до человек приходит уже к шестерке педакли говорит окей я чему-то там научился да давай я теперь буду помогать другим да на основе своего собственного опыта и вот он начинает делать и я говорил что здесь есть некий такой определенный подвох до что избирательная помощь что не всем там помогая все равно эго здесь еще присутствует есть некая такая корысть не корысть поиметь что-то от бедного от этого нищего человека а какое-то свое внутреннее самолюбие до признания самого себя и вот здесь вот у нас сразу семерки пендакли в следующем аркане идет проверка того что вот вот каком самолюбе здесь идет речь вот ты вкладываешь что вкладываешь ты все равно продолжаешь не проходить урок по пятерке пендакли да ты все равно продолжаешь вкладываться больше до чем чем ты получаешь и здесь урок как краски заключается в том что вовремя остановиться то есть нужно уметь останавливаться нужно избавляться от того что не работает да не обязательно все дела завершает до конца да все нужно смотреть по обстоятельствам то есть иногда надо выбросить этот чемодан без ручки да нефига вытащить не ну и что что чемодан хорошие ручки то нет польза нет то есть надо избавиться от этого то есть нужно быть более гибким здесь очень заметил очень много пендакли как ты говоришь о том что вот вы как такой достаточно приземленный человек не в плане вот именно как бы так сказать мышление да то есть в некоторой степени вы фантазер потому что все таки отказываетесь видеть ту реальность которая присутствует вам свойственно как защитный механизм вашей психики придумывать того чего нету потому что возможно очень много внешнего во внешнем мире что вас не устраивает не удовлетворяет и поскольку вы не знаете как взаимодействовать с реальным миром как решать эти проблемы да есть вот этот вот побег фантазии и убегания для того чтобы сохранить свою психику чтобы она не было все время каком-то напряжении дать ей некий такой разгруз и вот семерка педакли тоже про это говорит да я пережду я я потерплю я посмотрю то есть я не буду совершать какие-то действия не буду брать ответственность на себя здесь все во всем раскладе есть эта энергия что я не готова брать ответственность в той ситуации в которой вы сейчас рассматриваете не то что вы по жизни безответственно какую-то ситуацию которую вы рассматриваете либо в ситуации с человеком либо по отношению к себе если вы себя загадали почему потому что еще расскажу если я приму решение и буду ответственным человеком не нужно будет взаимодействовать с реальностью а у вас нету навыков взаимодействия с реальности вы не умеете решать ну то есть смотреть на вещи такими глазами открытыми и видеть вещи такими какими они есть потому что это вас ранит и вы себя защищаете вот вам нужно проработать себе вот эту вот семерку пендакли и вот двойку кубка видите вот не случайно на здесь у нас двойка кубков и здесь у нас двойка кубков горячая как раз таки о гармонии о принятии да если вы работаете сами собой вот именно найти баланс самим собой уметь договариваться самим собой если вы не умеете договариваться собой то как следствие да вы и с людьми не можете с человеком не можете договориться вы больше берете такую выжидательную позицию еще расскажу это вот связано как раз таки с ответственностью что а если я ничего не буду делать то ситуация как минимум она сама разрулится то есть вселенные высшие силы они возьмут ответственность да и тогда я буду под властью миры судьбой то есть судьба меня да ведет а я просто следую вот себя говорит окей тогда ты будешь позиции ребенка я буду в позиции родителей ты будешь делать все то что я буду говорить если я скажу что будет трудности значит будет трудности тогда нечего тебе ныть но если ты хочешь быть ответственным человеком да тогда ты бери ответственность да а я буду с тобой как судьба как со взрослым на равных говорить взаимодействовать больше предполагать что кто-то решит и тогда уже когда принято решение тогда я уже как-то буду реагировать на это так смотрим дальше следующий вопрос что вы не можете принять в настоящей ситуации в человеке в себе тоже то есть уровень вашего бессознательного что вы не можете принять вы не можете принять что во первых жизнь это труд над собой да то есть почему то есть такое ощущение что вот сразу все должно как-то складываться у вас вы себе не допускать здесь перфекционизмом тоже попахивает не допускаете не разрешаете себе раскрывать ситуацию как то вот так вот знаете поступать и на поступать и на шаг за шагом очень медленно причем здесь интересный момент до ваша реакция скоростная на эту ситуацию вы быстро загораете зажигаетесь а вы по природе здесь и здесь вы по природе медлительный человек да вот но в голове ваши мысли они очень скоростные то есть тело медленное а ментал он достаточно скоростной здесь получается вот это вот разногласий да когда вам для реализации какой-то ситуации возможно вам нужно время потерпеть подождать до поступательные тебя вы хотите сразу и ясное дело что сразу вас не получится с первого раза со второго и стоять вода надо пробовать пробовать вас это раздражает вас это бесит и вот это вот вот эти вот будни серые они обыденность до рутина она тоже может вас раздражать вот здесь вот вы поэтому тоже разочаровывать потому что в своих фантазиях по семерке кубка когда вы рисуете все как-то идеально все хорошо да допустим если это любовные какие-то отношения что вот человек о вас заботится уделяет вам внимание дарит вам цветы и через год и через пять и через десять лет и вы живете в любви и в мире и так далее а на самом деле по факту как получается что проходит влюбленность да там но условно говоря через полгода и через год уже наступает обыденность и там надо уже как раз таки договариваться с человеком на уже по-другому выстраивать взаимоотношения а у вас это не получается вы начинаете разочаровываться поэтому что вы да вот это вопрос что вы не можете принять бессознательно это то что нужно над ситуацией вообще над всем нужно работать и это первый момент и второй момент надо чтобы ситуация развивалась поступательно постепенно постепенно и получать от этого удовольствие от любого процесса негативного позитивного неважно да надо получать удовольствие потому что это все-таки если мы говорим про уровень бессознательно это наш урок да то есть не надо бежать впереди паровоза не надо торопиться и ждать когда будет тот результат который вы хотите здесь вас как будто бы задел идет на результат вам нужно научиться получать удовольствие в процессе что еще вы не можете принять в данной ситуации ну смотрите здесь вообще замечательно если это касается вас да то вы не можете принять тот факт что вам не хватает веры веры в самого себя в цель в идею ради чего вообще вы развиваете далее вы то что вы хотите принять то есть у вас есть какое-то определенное мировоззрение которое на данный момент вам не благополит в реализации ваши какие-то желания на то есть не удовлетворяет вашу жизнь если это касается другого человека то у вас реально бесит взгляды того человека на мир вам кажется что это неправильно вам кажется что это неверно что вот он как будто бы не умеет либо она не умеет жить так как надо что вот все что он делает либо она это не неправильно у вас возникает вот этого желания научить я хочу тебе показать как надо правильно я хочу тебя научить как надо если это касается какой-то ситуации то здесь вы не можете принять возможно что в ситуации должно быть все как-то вот официально документально все зафиксировано да либо вообще вот ощущение того что у ситуация развивается не как тут не по вашему плану не совсем так как надо так как принять как принять здесь мировоззрение либо человека либо ситуации что-то какая-то фальшь присутствует нету веры либо недоверия например с самой ситуации как вам это все принять принять вы сможете через рыцари жезлов то есть это значит через движение и через позитив то есть принимать мы сможем ситуацию когда мы в ней находимся и когда мы начинаем двигаться начинаем мыслить позитивно в позитивном ключе но это вот значит не разрушать не огорчается самого себя до саму себя не разбивать себе сердце не причиняет себе боль то есть прекратить мыслить вообще в негативном ключе здесь ключевой момент да вот во всей этой ситуации это вот у нас папа это у нас и рафа ваше мировоззрение отличается кардинально от мировоззрение того человека либо от той ситуации который вы хотите принять и до тех пор пока вы свое сознание не расширите здесь я сделаю ремарку такую и скажу я просто недавно читал один комментарий меня немножко удивило то что хотя не должно быть потому что имея понимание того что каждый мозг интерпретирует информацию по-своему хочу сказать что когда я говорю посмотреть на ситуацию по-другому либо расширить свое сознание я не говорю что мы меняем плюс на минус на то есть в этом мире многогранности ну мне кажется слишком по-детски когда человека начинает думать что если бывает только белое значит и что-то поменять надо обязательно на черное ни в коем случае когда я говорю посмотреть по-другому либо расширить свое сознание я говорю о том что допустить другую точку зрения допустить другие взгляды допустить что так как допустим воспитывали нас либо мы росли у нас был определенный вектор направления определенные знания нас окружали определенные люди с определенными взглядами например если вы воспитывались там я не знаю в семье каких-то ученых то ясное дело что люди которые окружали такую семью да у них разговорная речь была другая и панеры были другие и интересы были другие и отдых был другой и вообще культурой поведения было другое если человек воспитывался в семье где были пьянки побои гулянки и легкое поведение да то а какой культуре вообще мы будем говорить да допустим о развитии о какой космонавтике либо еще что то то есть ясное дело что воспитание среда в которой мы воспитывались она очень сильно на нас влияет в том числе и общение и когда мы говорим что надо расширить свое сознание я не говорю о том что если ты живешь в семье там например ученых да что тебе надо научиться резко принимать там я не знаю людей которые матерятся до либо вот низкого социального уровня и вот прям поднимать и говорить да это нормально нет это не нормально но это имеет место быть и этот это нельзя исключать вот здесь вот главное вот это вот ошибка семерка кубков да когда мы видим мир не таким какой он есть и когда мне говорят о том что что же теперь мне надо быть как и другие хамить наглеть сюда нет не надо быть таким нужно оставаться человеком но нельзя говорить что если человек там например хамит либо оскорбляет то он вот там последний подонок нет у него за ним стоит его история его жизни почему он так себя ведет и нужно просто быть более лояльным по отношению к этому я не говорю что это надо принять говорит что это норма это не норма норма у каждого на своя и когда начинают люди говорить что вот это норма не нормами все время хочется привести один простой пример что где-то на островах ганнибализм считается нормой а у нас есть допустим вегетарианцы то есть люди которые вообще не приемли для того чтобы съесть там я не знаю рыбу или курицу и для них это тоже норма то есть то что является нормой одному является ненормально для другого да то есть если для кого-то там я не знаю разгульный образ жизни либо чрезмерная свобода является нормой то для другого это считается ненормальным у каждого свой образ жизни поэтому возвращаясь к раскладу скажу если я говорю расширение сознания это говорит о том что нужно посмотреть на мир и увидеть то чего вы ранее не видели что есть и другая категория людей до помимо тех которые вы знаете да что есть и другие взгляды людей помимо тех которых вы знаете то есть люди которые например там увлекается техникой есть люди которые например там не знаю увлекается биткойнами а вам это может быть фиолетово вы с этим не знакомы это же не говорит что надо это исчерк и исключите с вашей жизни а допустить что вот у этих людей у них тоже есть какое-то свое определенное мышление свои какие-то взгляды они тоже во что-то верит и чем больше вы впускаете свою жизнь людей которые отличаются от вас тем большему вы научаетесь от них вы уже решаете что выбирать и как сейчас этот нотка морали было но вот я извиняюсь конечно же просто иногда я когда читаю комментарии я понимаю что ну вот слишком узконаправленно мыслит человек и когда ты стараешься объяснить я понимаю что это бессмысленно потому что человек еще не дорос до того чтобы увидеть это но посеять зерно на будущее даже вот возможно когда ты этот человек задумается над моими словами и посмотрит на ситуацию немножко иначе в жизни вообще категоричность это не самое хорошее качество уметь отстаивать себя до быть уверена в себе это да это прекрасно но не быть категоричным да потому что не бывает стопроцентной истины как таковой потому что истина у каждого одна своя и она называется правдой полную истину мы сможем познать только после физической смерти а пока мы живем в мире дуальности в очень низких вибрациях мы истину познать не можем мы можем увидеть только как и замочную скважину то есть только часть этой истины поэтому она и называется правдой хорошо как вам принять я уже сказала да перестать самим себе здесь вам нужно просто разобраться и понять почему вы сами себе причиняете боль да здесь есть как минимум три убеждения да вот в тройке мечей мечи это наши мысли это наше убеждение вот здесь вот я сказала который нас ранит возможно к примеру да вы хотите с выстроить каким-то человеком взаимоотношения и вы начинаете обозначивать форму вашего взаимодействия и человек вам говорит что окей я хочу допустим там свободных отношений а вы хотите серьезных отношений изначально сама формулировка да она уже показывает что у вас разные взгляды но если зайти за формулировку и посмотреть и уточнить а что ты предполагаешь под свободными отношениями что они имеют под собой какую основу и какую основу я подразумеваю когда я говорю о серьезных отношениях возможно да мы найдем что-то общее то есть акцент мы делаем на то что нас связывает а не то что нас бесконечно отталкивает друг от друга вот иерофан здесь показывает о том что вы отталкиваетесь вы отдаляете почему вы боитесь близости поэтому всегда будете аргументировать взаимоотношениях с человеком либо самим собой делать акцент на то что вас разделяет а не то что вас объединяет почему потому что близости боюсь вот она причина да я не хочу открываться мне страшно я боюсь к себе кого-то подпускать поэтому должна найти кучу причин и объяснение подтверждение почему мы не можем быть осознанно вы это может быть и не делаете но неосознанно да вы все время будете замечать поскольку есть этот страх вы будете замечать в человеке то что у вас разделяет ваша непохожесть для того что потом ваш мозг нашел объяснение самому себе вот почему мы не должны быть а причина вот в иерофанте ваших взглядах и безусловно есть какие-то точки соприкосновения но вы на них акцент не делаете потому что вы не видите реальность вы ее придумываете себе а вам надо посмотреть на реальность что на самом деле в вашей реальности есть очень много общего с человеком да либо в той ситуации и тогда вы не будете сами себя ранить над этим вам нужно поработать первую очередь давайте теперь посмотрим детство наше любимое детство до ситуация в детстве что запустила сценарий который вы реализуете сейчас что же запустил в вашем детстве тот сценарий что вы реализуете сейчас тоже жезлов да какая-то идея ну смотрите детство как всегда либо наша любимая мама до либо пример мамы то есть идеи может быть мама вкладывала даже не вкладывала передавала да потому что являлась для нас примером ей не надо ничего говорить нам достаточно нам ее слушать то есть а дети неосознанно так или иначе слушают идея идея как мама видела мир мы смотрим на этот мир и мы его познаем ее глазами не нашими глазами вот здесь вот детстве да у вас есть какие-то желания это мамины желания туз жезлов у нас говорит про желание про амбиции про идеи это мамины какие-то мамины мысли желания идея вам передались какая какая вот это вот идея четверка педакли идея о том что действовать не надо да возможно убеждение конечно каждого на свое возможно мог убеждение в плане того что я не знаю прежде чем может это даже не мамина папина прежде чем один раз отрежет надо семь раз отмерить и пока ты будешь отмерять может пройти вся жизнь вот она вам и семерка педагли здесь может говориться может быть идея о том что там я не знаю женщины первые не действует надо быть пассивности сиди и жди и когда там не знаю мужчина проявит какое-то внимание и тогда ты уже на него как-то среагирует здесь какая-то в мамина детская детская горе позиция и она пассивная она как раз таки говорит о том что вообще действовать не надо почему потому что четверка мечей четверка говорит о комфорте в данном случае мечи у нас говорят про наш ментал про наши мысли про наши убеждения то есть наша голова должна быть спокойно то есть гармония должна быть не на уровне состояния души а в голове все должно быть и когда не надо не придумывая себе лишнего либо там я не знаю какие-то сценарии которые говорят о том что вот семья очень важно да например либо надо быть счастливым а каким образом ты будешь счастливым если ты будешь пассивности ну то есть в принимающей какой-то такой позиции здесь что-то связано счастьем до семьей счастья кризис здесь такое ощущение что как будто бы нет четкого понимания в семье что же такое счастье да очень много кризисов и такое ощущение что если мама здесь была очень вот попадает императрица ярко такой фигурой то велика вам не видно велика вероятность что мама была такая очень активная по жизни да она рулила в семье на принимала решение так у меня здесь собака на заднем плане ходит на действом шумы не очень мешает и на горем катя лих так смотрим дальше что открывает вам ситуация человек либо вы сами вот то что мы рассматриваем что нам хотят показать о том что пришло время двигаться что вообще нужно двигаться надо поставить цель и двигаться куда вам нужно двигаться суккубка потому что вас наполняет то здесь вот эта вот ситуация человек либо вы сами показывают то что насколько насколько ваш внутренний мир богат и да и вашу душу здесь как будто бы раскрывают здесь идет раскрытие вашей эмоциональной стороны то есть если вы себе загадали ситуацию либо человека да вот он напрямую вас обучает эмоциональной вашей эмоциональности вашей чувствительности ваша открытости да здесь знаете здесь если это отношение с человеком просто мне я вижу здесь это яркую такую картинку до человека вашу будет закрытый он будет как будто бы занят своими какими-то делами вам будет очень мало внимания уделять для чего для того чтобы вы проявляли свою эмоциональность для того чтобы вы раскрывались для того чтобы вы учились доверять того чтобы вы обнажали себя на свою душу для чего для того чтобы раскрыть вас вот этот вот ваш кубков ваш туз кубков чтобы вы поняли наконец-таки что это есть внутри вас то есть здесь как будто бы ситуация такая которая заставляет вас действовать вас раскрываться а это как раз таки идет вот 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 она ваше убеждение по аэрофанту да что женщина это должна быть пассивная до женщины ничего-то особо не должна делать это мужчина например должен показывать там свои чувства эмоции это женщина так не должна себя вести она больше как будто бы принимающая здесь например ситуация наоборот когда человек закрыт вы вынуждены показывать свои чувства у вас идет такой небольшой разрыв шаблона но эта ситуация она вам дана для того чтобы раскрыть вас неважно отношения любовные дружеские какая-то там еще другая ситуация речь идет о туза от узи кубков да чтобы вы показали свою внутреннюю наполненность чем вы наполнен особенно если это касается страхов тут уз кубков у нас говорит о страхе одиночестве и страхи не непонимание что меня никто не понимает я вот почему очень идет вот это вот одиночество до что я не могу найти общий язык есть вопрос коммуникации зашит в любом случае да вы очень много держите в себе все ничего не показываете не рассказывать вот это вот терпила до который молчит ничего не говорит вот из кубков говорит о том что вы должны научиться здесь вынуждает вас ситуация здесь правду прям если у вас есть партнер который такой пассивный на больше в каких-то женских энергиях то на самом деле мне хочется сказать ему огромная благодарность за вас почему потому что он вас вынуждает разговаривать чтобы вы разговаривали с ним чтобы вы ему открывали чтобы вы ему говорили о том что у вас внутри вас происходит через него вы обуть вы научаетесь научаетесь коммуницировать да научаетесь понимать себя свои собственные желания осознавать что вы не одиноки так чего вы не видите и не хотите видеть чего вы не видите ну дуальности до какой-то вот двойственности нерешительности но хоть на так пойдем теперь опять наверх до нерешительности не уверенности с чем с чем вот так отсюда до ночи на в том что все никак не можете принять на что вы не можете вскрыть какой-то здесь нарыв да как-то вот уже мне это греческий язык в голову летит как-то открыто да по нет чтобы мужские от как-то мужественно до стойко рассказать вот здесь как будто бы не хватает очищения понимаете не хватает прояснения какой-то ситуацию прям почему я даже не на на русский язык перевести до такие слова которые говорят о том что нужно быть более решительным человеком и сказать вот то что вы хотите открыто не бояться здесь надо вскрыть вскрыть ситуацию с мечей очень жесткая энергия да потому что она холодная это чистый интеллект да в нем нету кубков в нем нету эмоции сопереживаний да здесь правда матка который ты рубишь не говоришь и высказываешь то что нужно если есть какие-то проблемы ты их вскрываешь вот эти вот нарывы это очень болезненно чего еще вы не видите или не хотите видеть да что вы запутались вот в трех соснах и вот эти вот сосна это в принципе ваша ваши какие-то убеждения да то есть вам нужно посмотреть пересмотреть вот в этой ситуации да если это касается человека себя либо вас самих во что вы верите вот прям взять и на бумажке выписать свои убеждения я верю что должно быть вот так вот так вот так вот так а потом поставить себя на место ситуации на место другого человека либо альтернативные посмотреть а так ли это то есть чужими глазами посмотрите вы увидите да что вы действительно не осознаю не осознаете потому что вы этого не видите потому что это есть внутри вас вы не можете на себя со стороны посмотреть как знаете как внешне мир на вас смотрит да какое впечатление вы создаете что вы очень категоричны в каких-то моментах вы очень категоричны вы не видите вот эту вот категоричность и за из-за нее да вы сталкиваетесь лбом упираетесь в какую-то стенку и ситуация не может решиться причем смотрите у вас глаза закрыты говорят о том что слушай свою интуицию не голову а интуицию а мечи они сзади то есть по сути вот это вот все решение но уже давно сзади осталось и вам надо то есть вас нет преград в той ситуации в которой вам нужно например принять уже давно могли бы принять и себя и ситуацию человека но вы этого не делаете почему потому что вы не слышите себя чтобы себя услышать вот он туз кубков который говорит о том что вот вот надо себя понять вы не можете договориться с другими людьми потому что вы себя не понимаете идем дальше чему вас учит система мироздания справедливости справедливости причем справедливости в которой мы обращаем внимание и на эмоциональный фон на нашей интуиции на нашу логику на вас учат тому что нужно идти дальше развиваться выходить из своего какого-то комфорта понимаете есть такое ощущение что человек который привык очень хорошо адаптировался в своей сфере да вот в своем пространстве в той атмосфере в которой вы находитесь вам комфортно и вы как будто бы ситуацию либо другого человека прогибаете под себя а вам говорят здесь по справедливости такого быть не может вам нужно найти вот она шестерка педакли вам нужно найти баланс вот здесь двойка педакли тоже горит для того чтобы было все сбалансировано чтобы не было только причем смотрите интересно вы ощущаете до себя что вами пользуется то что вот как то я не знаю вас как этот нету равного обмена чтобы вы вкладываетесь намного больше чем другой человек на самом деле все справедливо все справедливо просто из-за того что у вас есть свое мировоззрение то как надо а другой человек либо другая ситуация она не вписывается вот в эти ваши взгляды вам кажется что полная несправедливость но аркан справедливости здесь говорит что все всё абсолютно справедливо и этому вас учат мироздание почему вы не можете принять почему вы не можете принять потому что если вам нужно что-то принять да данном случае себя либо ситуацию вам нужно двигаться дальше а вы не хотите почему потому что в четверке педакли вам комфортно так у вас есть готовая модель. Вы знаете, как эти макеты, макеты, да, макет, модель, модель, да, макет, по-моему, по-гречески, по-русски тоже такое. Ну вот модель, как, знаете, архитекторы, которые строят, готовая модель, всё. Но у вас есть, и всё, и вам ничего не надо какие-то там домики дополнительные делать. Нет, у вас есть чёткое представление, и я не хочу ничего рушить, потому что меня всё удовлетворяет. А если там, допустим, быть с другим человеком, которого вам специально поставили человека, который отличается от вас внешне, но внутри либо ситуация внутри очень много общего и схожего, надо что-то менять. И вы, исходя из своей упертости, можете говорить о том, что я не хочу себя менять. Меня всё устраивает. Но вас не устраивает. Если бы вас устраивало, вы бы данным приняли этого человека и приняли бы эту ситуацию. Если вы не принимаете, значит, что-то вас в себе не устраивает. Почему вы не можете это принять? Да, мы сказали, потому что надо идти дальше, потому что надо обнуляться. Вот то, что я и говорю. Обнуляться и, знаете, мыслить другими категориями. Но чтобы мыслить другими категориями, я не знаю, если вы, например, никогда в жизни не взаимодействовали с финансами, с точки зрения профессии, то есть не были никогда финансистами, у вас нет финансового мышления. Вот представляете, вас там, я не знаю, отправят куда-нибудь на биржу, а там люди с другим мышлением. Надо понимать, слушать свою интуицию иногда, когда надо продавать какие-то пакеты акций, где-то надо поднимать. Вот этот вот стресс бесконечный, очень скоростное мышление. А вам это чуждо. И ясное дело, что вы будете отказываться, потому что вам это некомфортно. А вам говорят, а это нужно новое. Ну нельзя быть, находиться в своем бесконечном болоте. В развитии должно быть что-то новое. Постоянно должны чему-то новому обучаться. И здесь обучение не в плане того, что покупать курсы бесконечные, а в плане того, что каждый раз по-новому смотреть на ситуацию. Не так, как привык ваш мозг, а по-другому стараться останавливать себя осознанно и смотреть, окей, я постоянно решала задачу вот таким образом. А надо попробовать один раз по-другому. Но ваш мозг сразу же будет говорить, зачем пробовать то, что уже работает. Ну, конечно, оно будет работать, потому что вы довели до автоматизма. Здесь нужно свежий, свежий взгляд. А для свежего взгляда вам нужны новые люди. Люди, которые не мыслят так, как вы. Для того, чтобы вы у них переняли какие-то привычки. Безусловно. Вспоминайте, да, уходите из школы, идете там в общежитие, живете. Вы живете в общежитии, да, абсолютно разные люди. У каждого свои характеры. Но через какое-то время вы находите общий язык, да, как-то научаетесь с кем-то договариваться, перенимаете новые навыки. Вот здесь вот примерно про то же самое. Вам нужно новое окружение, не похожее на вас. Какое действие запустит процесс принятия? То есть что будет, да, если вы примете ситуацию? Вы получите по верховной жрице, да, абсолютно новое мировоззрение и кучу новых знаний. Это вас обогатит. Это вас обогатит. Как будет меняться ситуация при проработке вопроса? Ну, будет очень сложно, да. Будет притирки, будет конкуренция, будет какая-то борьба. Будете чувствовать себя таким, знаете, ну, маленьким ребенком, незрелым человеком. Вам будет хотеться получить защиту. Но потом в процессе вы как будто бы втянетесь и будете получать удовольствие от самого процесса. Вам это будет нравиться. Ну, будет желание снова вернуться вот к этому более медленному ритму, да, захочется где-то как-то остановить. Но вы поймете, что остановить не получится. Вот, еще один аркан шута, да, в этой колоде. Шут и шут. Все равно надо будет вот просто здесь, понимаете, вот через эту сложную ситуацию вы как будто бы развиваетесь. она вам дана для развития. Потому что, знаете, с одной стороны, она вас не удовлетворяет. И вот это вот неудовлетворение внутреннее, да, вот то, что вот я говорила вот здесь вот по суду, оно заставляет вас двигаться дальше. Если бы вас все удовлетворяло, вот если бы вы получили то, что вы хотите, если бы вы приняли эту ситуацию, если бы вы приняли этого человека, все было бы, вот прогнули пространство, все было бы так, как вы хотите, вы бы дальше не пошли в развитие. Поэтому здесь это, знаете, ситуация, как некая такая морковка, некая такая приманка, которая заставляет вас двигаться. То есть вам дают немножечко какого-то удовлетворения, принятия. Вы немножко расслабляетесь, вас опять вытаскивают. Что вам необходимо закрыть в этой ситуации? Вот она, десятка педаглей. То есть здесь необходимо допрожить этот опыт, эту ситуацию, довести до конца. До какого конца? Вначале надо выйти из четверки кубков неудовлетворенности. Здесь не говоря до какого конца, поставить цель и дойти до Аркана Вселенной, альтернатива Аркана Мира. То есть довести ситуацию до логического завершения. Спрашиваю, что за завершение? Ну вот Аркан Умеренности. До какого-то внутреннего баланса, когда внутри вас произойдет вот это единение. То есть если это, например, касается ситуации с человеком, когда вы придете к согласию, когда вы придете к единению. Если это касается вас, когда внутри вы найдете внутреннее успокоение. Знаете, когда на душе хорошо, внутри вас хорошо. И вот это вот внутреннее хорошо, она будет отображаться и во внешнем мире. То есть когда вам хорошо и внутри вас, и вокруг вас все удовлетворяет. Вот это вот и есть этот баланс. Единение вашего внутреннего и внешнего. Что или кто будет содействовать вам в прохождении этого урока? Солнышко. Ну для кого-то это могут быть дети. Для кого-то это могут быть высшие силы. Но это скорее всего удача. Я бы так сказала. Удача, либо вы сами. Может быть для кого-то даже и поездка. Если мы говорим, что будет содействовать в прохождении урока. Какая-то поездка. Ну изменения. Здесь вы сами. Здесь у нас женская фигура выходит. Королева мечей. Вы сами должны захотеть перемен в своей жизни. У нас туз мечей здесь выходил. Вы должны решиться на это. Кто или что будет оказывать вам сопротивление? Аркан изобилия, плодородие, сопротивление. Ну здесь как будто бы будет такое, знаете, искушение вот именно тем, что а мне и так хорошо. То, что я говорила, да, по четверке педагоги здесь у нас ниже вышло. Стабильность. Вот когда вы находитесь вот в этой стабильности, да, когда вот по аэрофанту у меня есть эти взгляды и меня все устраивает. Вот меня все устраивает. На самом деле для вас это будет оказывать сопротивление. Что это не есть хорошо, да, когда вот меня все устраивает. Поэтому периодически, да, вам буду давать это состояние, когда все хорошо, меня устраивает, знаете, как-то вот, как какую-то приманку. А потом опять будет старший суд и опять пошли дальше. Как усложниться урок, если вы не проработаете ситуацию? Здесь вот такое ощущение, что вообще ситуацию надо проработать в своем сознании, да, видении. Вот, и здесь у нас работа идет над вашей эмоциональной стороной, над коммуникацией вашей эмоциональной стороной. Как усложниться урок, если вы не проработаете ситуацию? Ну, она будет так, как и была ранее, да, то есть, в принципе, без каких-либо перемен. Как усложниться? Ну, вы будете закрываться. Закрываться, и вот опять-таки семерка педагоги. Или будете проживать так, как проживали, то есть, перемен никаких, в принципе, и не будет. Будет ли какое-то еще усложнение? Да нет, просто страшно будет, страхи, и вы периодически будете бороться со страхом. Вот эта вот ваша неудовлетворенность, вот, она останется. Чем чревата вообще эта ситуация для вас, да, если вы не будете ее прорабатывать? Да ничем, вы просто будете периодически проходить уроки, вот, и все никак не сможете дойти до мага. Здесь вы будете так, знаете, как этот человек, который остается все временно в девятом классе, да, в десятый он как-то не переходит, не может закончить, да, вот, ощущение внутренней незавершенности, незакрытого гельштайта. Ну, это будет, чем это чревато? Тем, что это будет вызвать у вас сомнения. Постоянно будете вот в себе сомневаться, что со мной что-то не так, да, и никак не сможете успокоиться, вот, просто про это. Что поможет, последний вопрос, что поможет совершить вам прорыв? Сбросить эти десять жезлов, да, для того, чтобы стать королевой жезлов. С чем связаны здесь вот эти вот обязательства? Желание быть победителем. Это должно разрушиться. Значит, что поможет совершить прорыв, да, прекратить вот эту вот борьбу, которую вы ведете внутри себя и, как следствие, либо с ситуацией, либо с самим человеком. То есть у вас есть желание, да, победить. Вот будет победить, это когда вы сами себе объясняете, что вот я же прав, да, я же знаю, как лучше в этой ситуации, у меня же больше опыта, больше знания. Вот, и поэтому все должно быть так, как я говорю. Вот когда вы прекратите находиться вот в позиции этого победителя, да, когда ваше эго перестанет получать подтверждение, что я же был прав, да, шестерка жезлов говорит о человеке, который получает удовлетворение от того, что его амбиции и его желания реализовались, да, то есть вот он достиг этого триумфа, да, вот все пошло по-моему, поэтому я чувствую себя на коне, да, все идет так, как я предполагаю. Я здесь говорю, когда вот вы прекратите быть вот в этой позиции, либо в позиции того, что ой, ничего не получается, все трудно, меня никто не слушает, меня никто не понимает, вот, и мне еще вот все на себе тащу, вот эту вот всю ситуацию, да, то есть, а почему вы на себе тащите, потому что вы же не способны поговорить в открытую, да, решить эту ситуацию, услышать другого человека. Я, да, вот здесь такое ощущение, что вот игра одного актера, даже если это касается какой-то ситуации, либо это касается какого-то другого человека, здесь я вижу на аванс-сцене только вас, да, только вот я и я играю, там, как этот Дон Кихот, который себе там представлял каких-то врагов, да, вот с этой ветряной мельницей. Вот вы сражаетесь, вы как будто бы даже не видите другого человека, ту ситуацию, которую хотите принять. В ней очень много вас, очень много ваших вот правильных взглядов. Что поможет совершить этот прорыв? Вот эта вот башня, она должна разрушить вот эти вот ваши иллюзии, ваши представления. Вы должны прийти, излечиться по аркану умеренности, должны прийти к балансу, излечить свои страхи. Ведь вы так поступаете, да, потому что не уверены, у вас очень много неуверенности. Я не хочу сказать, что у вас есть комплекс, у вас очень много неуверенности в себе, поэтому вы выступаете вот в такой позиции, что вот я знаю, я знаю. На самом деле вы очень неуверенный в себе человек. И вот когда вы вот это вот примете, да, наконец-таки, да, двойку кубков, как хорошо, что вот в этой колоде очень много двойных арканов. Когда вы примете в себе, наконец-таки, свои какие-то слабости, да, что всё, в принципе, с чего и начиналось, да, что вот вы никак не могли принять вот эту вот близость. Когда вы обнажите себя, покажете свои слабости, что на самом деле я слабый человек, на самом деле. Да, я хочу того, чего я хочу в этой ситуации, да, но я слабый, я не могу её решить. Но мне надо решать за двоих, либо вам не надо решать за себя и за другую сторону в той ситуации, в которой вы оказались. Здесь нужно сообща, но вам нужно показать вот эту вот слабость, да. Для того, чтобы её показать, вам нужно её в себе принять сначала. Вы же не принимаете. Вот в чём причина. Даже не в том человеке, не в той ситуации. Сейчас кто-то может мне говорить, ага, покажи, и вот вам эту слабость сразу будут бить. Не совсем так. Не совсем так. Бьют, когда этот урок не проработанный, когда вы в себе эту слабость не принимаете. Её тогда в эту слабость и будут бить для того, чтобы вам показать, что вы её ещё не приняли. Вот когда вы принимаете, да, вам становится не больно. Эта боль, она уходит. У вас становится, появляется облегчение, потому что вам нечего бояться. Вы показали то, свой самый большой страх. И вам уже не страшно. Вам уже даже всё равно, как будут реагировать другие люди. И люди это считывают, и они не будут вас бить в ваше слабое место. Вот, и это поможет вам совершить прорыв, чтобы прийти вот к королеве жезлов. Вот такой психологический был у нас с вами сегодня разбор. Очень сложный расклад. Я сразу сказала, что психологические расклады, они сложные. Очень больно слышать о себе вещи, которые нам не хочется принимать. Почему? Потому что какие-то моменты, они нам звучат в наших ушах, как воспоминания нашего детства, когда нам кто-то это говорил, и нам это больно. То есть нам слова, которые вы слышите в моей речи, они триггерят ваше какое-то детство, ваше какое-то прошлое. Либо то, что вы сами о себе думаете. И одно дело, когда я сам о себе говорю, что вот я там такой-то, да. А другое дело, когда я это слышу от другого человека, мне становится очень больно. Когда мне больно, что я делаю, я защищаюсь. В данном случае, как вы защищаетесь? Непринятие, да, как-то обесценивание другого человека. Там, не знаю, нет, это не так. Это не про меня. Либо мне это больно. А кто-то сразу хочет перейти эту стадию вот этой боли, потому что боль, она все равно нужна. Ее нужно прожить, чтобы принять что-то, да. То есть сначала надо ее прожить, принять, признать. И только потом уже решать. Кто-то эту стадию хочет быстро-быстро избежать, потому что это неприятный быт говорить. А где решение? Да, дайте мне решение. Решение я сказала в этом раскладе. Послушайте несколько раз, ставьте на паузу. Ну, в любом случае, знаете, у меня всегда такая позиция. Кто хочет, тот тут слышит. Кому надо, тот найдет способ, да. Просто не забывайте, что это все-таки общий расклад. Все вам подойти не нужно и не должно. А вот какие-то моменты, возможно, заставят вас задуматься. То есть мои расклады направлены на то, чтобы сделать кому-то больно, либо что-то вскрыть. Я хочу, чтобы люди научились просто думать, да. Думать над своими какими-то поступками, над своими какими-то действиями. И вот это созидание, да, чтобы оно было во благо, чтобы оно привело вас к дальнейшим каким-то позитивным изменениям в своей жизни. Постепенно-постепенно начали жить как-то иначе, так, как вы заслуживаете, а не жить вот в боли и в каком-то обесценивании самого себя. Слишком, слишком, слишком психологически сегодня расклад был и моральный. На самом деле, да, на этом расклад, конечно, закончен. Вот, пока я собираю карты, я расскажу следующее. Мне такие расклады очень нравятся. Я и сама с собой так работаю, если честно. Где-то в какой-то моменте с картами, а иногда где-то через других людей, через беседу. Мне так же бывает неприятно, мне так же бывает больно. Я отрицаю, но после этого я обязательно задумаюсь. Я смотрю под разными сторонами на себя. Вот, а иначе как ты можешь узнать себя? Вот, знаете, чем больше я читаю древних писаний, поскольку я изучаю древнегреческий на данный момент, вот читаю, читаю, либо слышу писания философов, не важно это там Аристотель, Пифагор, не важно, кто бы это ни написал, суть всегда говорит о том, что если ты хочешь что-то изменить в себе, первое, что ты должен делать, это начать за собой наблюдать. Наблюдение – это самый лучший способ изменить себя. С этого все начинается, с того, что мы начинаем наблюдать за собой. До тех пор, пока живем, мы во внешнем мире зачем-то там гонимся, как-то тратим свое внимание и убегаем от себя, не наблюдаем за тем, что происходит внутри нас, что происходит с нами. Мы никогда не научимся понимать себя. Поэтому я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. И начните побольше наблюдать за собой, за своей речью, за своими мыслями, за своими состояниями в течение дня, как они меняются, в связи с чем они меняются. Хотела бы сказать, конечно же, что у женщин гормональный фон очень сильно влияет на наше настроение, но в любом случае, когда мы становимся сильнее, становимся хозяевами своей жизни, то, по сути, мы учимся управлять своим настроением. А пока мы не управляем собой, нами управляет наш организм, нами управляет судьба, нами управляют другие люди. Но это тоже наш выбор. Прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.